Согласно протокольного поручения Одесского городского головы и согласно распоряжению городского головы мы традиционно каждый год накануне рассмотрения вопроса о бюджете города на тот или иной год проводим встречу с депутатским корпусом, на который презентуем, именно я акцентирую внимание, делаем презентацию проекта бюджета. Сегодня состоялась у нас такая встреча, выражу слова благодарности всем депутатам, а как раз сегодня было рекордное число представителей депутатского корпуса и прошла такая конструктивная беседа, конструктивное общение, какие-то уже конкретные предложения от депутатов прозвучали по рассмотрению проекта бюджета. С нашей стороны мы очертили те основные параметры бюджета города на 2020 год, сказали те изменения, которых нет в проекте бюджета, который был одобрен решением исполкома, но соответствующими правками будет вноситься уже на сессию. Изменения как раз касаются тех моментов, которые были приняты в законе о государственном бюджете страны и нам очень приятно, что как раз эти изменения имеют положительный эффект. А именно то, что при планировании первоначального проекта бюджета у нас не были учтены поступления акцизного налога по топливу, но согласно принятому закону эти поступления остались за местными бюджетами. И здесь очень большую роль сыграла наша ассоциация городов, которая инициировала и, можно сказать, добилась, чтобы эти платежи остались в местных бюджетах. И народные депутаты, мажоритарщики, как мы говорим, проголосовали за эти изменения в законе о государственном бюджете. Если говорить о конкретных цифрах, то для нашего города это сразу увеличение как доходной, так и расходной части бюджета на 250 миллионов гривен. Ну и остановились на всех вопросах как в доходной части, так и в расходной части. Доходная часть у нас была составлена согласно действующего налогово-бюджетного кодекса, расходная согласно тех законодательных норматив, которые есть. Если говорить о показателях в целом объема бюджета, то есть определенные изменения, которые, понятно, учтены в проекте бюджета. И именно по расходной части. Первое это реформирование в отрасли здравоохранения. Это то, что объем субвенции, который выделяется на органы на отрасли здравоохранения, будет значительно меньше. Потому что по результатам первого квартала с 1 апреля планируется, что вторичная помощь будет также работать на договорах с Национальной службой здоровья. Поэтому субвенцию нам предусмотрели медицинскую только на первый квартал. И еще большая сумма межбюджетных трансфертов, а именно субвенции по льготам и субсидиям на жилищно-коммунальные услуги. Субвенция, так называемая детская, на оказание помощи семьям с детьми. Их в нашем бюджете нет. Но вместе с тем эти выплаты останутся. Только льготы и субсидии они будут в монетизированной форме. То есть как выплата льготы или как оказание помощи в виде льгот и субсидий остается. А детская субвенция изменяется механизм распределения и получения средств. То есть минуя уже местные бюджеты, деньги будут напрямую от главного распорядителя, который является Министерством соцполитики, перечисляться на регионы. И важная составная бюджета любого года и конечно 2020 года, которая интересует в большой мере наш депутатский корпус, это бюджет развития. В составе бюджета развития у нас предусмотрены расходы на реализацию общественного бюджета, предусмотрены расходы на реализацию депутатского фонда. Общественный бюджет параметры, как и были, 50 миллионов. Однако мы будем смотреть, то есть в зависимости от того, или расходы это капитального характера, или текущие расходы мы потом будем распределять. Относительно других направлений бюджета развития мы старались сохранить те актуальные и важные приоритетные направления для города, которые мы начали проекты реализовать в 2019, ну может какие-то неоконченные еще есть с 2018 года. То есть, когда начала страна формировать бюджет на 2020 год, одним из приоритетов на уровне страны, на уровне нашего правительства называлось это расходы на дорожную отрасль, то есть расходы на ремонт, улучшение, реконструкцию дорог. Мы тоже постарались эти расходы сохранить как приоритетные, но сейчас, опять же скажу, они увеличатся в связи с тем, что мы увеличим поступление в дорожный фонд за счет акцизного налога. Но при всем при этом мы сохраняем социальную направленность бюджета, а именно те программы, которые у нас были традиционные, это программа равенства, это программа социальный заказ, это программа оказания помощи различным категориям населения, которые оказались в сложных ситуациях, они сохраняются, по отдельным направлениям увеличивается или размер выплат, или количество получателей. Например, на программу по социальной защите у нас в проекте бюджета расходы составляют более 300 миллионов гривен. Поэтому бюджет 2020 года, как и предыдущих лет, мы будем говорить, что есть социально ориентирован.